Американская мечта на самом деле большой мыльный пузырь и фейк. Здесь я вижу прогресс, а в США прям все разваливается, если честно. Почему ты не поехал в Силиконовую долину? Это новое крепостное право. Что твои друзья спрашивают тебя о России? Самые умные люди в мире прямо находятся в Москве. Можно ли сравнивать доход айтишника в Америке и доход айтишника в России? Это очень грустно на самом деле. Это проект «Мы и они» и я его автор Мария Шахова. Мои гости — люди, которые родились и выросли за границей, но выбрали для себя жизнь здесь, в России. Почему? Расскажут они сами. А вы подписывайтесь на наш телеграм-канал, а также группу ВКонтакте. Все то, что не вошло в основной выпуск, теперь будет размещено там. Александр Джон Ли. Студент-айтишник. США. Пять лет назад переехал из штата Теннесси в Москву в поисках интересной и свободной жизни. Учится в МГИМО, запускает айти-стартапы. Ценит технологичность города и красоту местных девушек. Наслаждается безопасностью на улицах, но скучает по типичным улыбкам прохожих. Алекс, у тебя очень интересная история. Твоя мама русская, твой папа американец. В детстве ты приезжал сюда в Россию, насколько я понимаю, к бабушке. Да. Тебе здесь очень понравилось. И потом ты принял для себя решение вообще переехать. Угу. Почему? Что себя так привлекло? Ну, не знаю. Как-то всегда я имел какой-то интерес к России. Я с мамой, мы всегда приезжали летом раз в год в Москву. И как-то всегда было интересно. И в США люди очень постоянно на новости говорят про Россию. И в школе я думал, что, типа, буду дипломатом. Я поеду на, ну, я знаю русский и могу быть, ну, у меня польза какая-то есть. Это почему я хотел переехать вневременно в Россию. Потом решил полностью на, ну, типа, permanent такой переезд в Москву. На самом деле, когда я, ну, думал, какие факторы мне нравятся в России, почему мне нравится жить в России, на самом деле очень много. Ну, самый такой легкий ответ, это просто здесь интереснее, чем в США. И в США сейчас ситуация очень напряженная. И быть молодым человеком в США, я не вижу какой-то потенциал там. Я вижу, что тренд здесь положительный, а тренд в США какой-то прям отрицательный. И не знаю, как-то здесь я вижу прогресс, а в США прям все разваливается, если честно. И в Москве как-то можно просто спокойно делать свое дело и не думать про коллапс какого-то империи такое. А там ты постоянно видишь это, что государство ничего не делает, инфраструктура разваливается. И как-то это очень депрессивно там жить, мне кажется. Знаешь, я недавно читала статью в BBC, и они говорят о том, что огромный поток эмиграции из США. Люди переезжают массово, переезжают в Европу, скупают дома в Италии, в Португалии, в Греции, потому что якобы жизнь в Америке стала просто невыносимо дорогой. Это правда так? Ну, я лично не знаю людей, которые переезжают в США в Европу, но да, я слышал такие тоже истории. Ну, потому что правда, там просто очень такая напряженная ситуация. Люди думают, что здесь напряженная ситуация. На самом деле это все сравнительно. Если ты думаешь, если ты знаешь, какая ситуация в США, здесь на самом деле спокойно. Я не знаю, это все сравнительно. На самом деле в России ты, может быть, получаешь меньше, но у тебя качество жизни одинаковое, как там, почти. Ну, это как мне кажется. Практически каждый гость моего проекта восхищается изобилием и разнообразием мобильных приложений в России. Это и доставка за 15 минут, это и такси, госуслуги, мессенджеры и многое другое. Онлайн можно сделать практически все. По официальным данным, на сегодняшний день наша страна одна из самых диджитализированных в мире. Соответственно, и спрос на специалистов технологических направлений растет с каждым днем. Одна из самых доступных профессий для тех, кто не имеет вообще никакого опыта в сфере IT, это тестировщик программного обеспечения. Такой специалист контролирует качество IT-продукта, испытывая его на надежность, удобство в использовании, а также баги. Он проверяет работоспособность веб-сайтов, мобильных приложений, игр и корпоративных систем. Работать в этой сфере может каждый, независимо от возраста и пола. Кстати, сейчас почему-то особенно востребованы женщины. Для работы вам нужен всего лишь интернет, ноутбук, ну и, конечно, желание развиваться. На апрель 2023 года в интернете опубликовано более 2000 вакансий. На старте тестировщик зарабатывает от 70 тысяч рублей. Это отличный старт для того, чтобы вырасти в опытного специалиста. Обучиться на тестировщика программного обеспечения можно в Академии Эдисон. Это практический онлайн-курс, где вы с нуля за 4 месяца освоите профессию тестировщика. Каждый в своем темпе и с поддержкой своего куратора. Курс подойдет новичкам, желающим освоить карьеру в этой области. Вы сможете в кратчайшие сроки изменить свою жизнь и финансовое положение без рисков. Ведь учиться можно параллельно с вашим постоянным местом работы. На курсе вы изучите теорию доступным языком. У вас не будет классических домашних заданий, только практика на реальных кейсах из отрасли. Вы получите практический опыт работы с инструментами тестировщика. И в течение года после обучения вас будет сопровождать личный куратор и давать обратную связь от экспертов курса. Из таких IT-гигантов типа Абита, Касперского, Озона или Сбермаркета. И самое главное, по окончанию курса вы получите помощь в трудоустройстве. По промо-году Шахова вы получите скидку 60% и личную консультацию с экспертом в подарок. Ссылка в описании к этому ролику. Алекс, давай вспомним, ты первый раз приехал в Россию, ты был еще ребенком. Какой ты помнишь Россию тогда? Или какой ты тогда ее увидел? Я не знаю, это всегда просто вспоминания со семьей на даче, с бабушкой на кухне. Такие вспоминания, я даже не знал, что я в другом стране, просто люди на другом языке говорят. И мы на даче. И очень много снега, когда приезжали зимой. Ну, прям какие-то глубокие вспоминания. Не очень, просто вспоминания с семьей, я бы сказал. Ну, то есть ты не сможешь сравнить, условно, Россию тогда и Россию сейчас? Не, я смог, сто процентов. А чем они отличаются? Россия 15 лет назад и Россия сейчас, это совершенно разные вещи. Россия тогда, это... Прям я помню эти, не знаю, метро, зеленые вагоны, все такое. Дороги очень плохие были. И я думаю, это 2017 год, когда я приехал. И до Чемпионата мира очень, именно в Москве и другие города очень старались улучшить все. И теперь Россия, это очень похоже на Европу. Например, Сочи. Я один раз, ну, на Формула-1 поехал в 2021 год. Я удивился, это прям как юг Франции. Я думал, блин, это Россия, здесь Пальмы, здесь Формула-1. Это Россия или это... Это прям удивило меня очень сильно. А Москву ты можешь сравнить с каким-нибудь европейским или американским городом? Совершенно невозможно сравнить Москву с любым городом в Европе или в США. Потому что в США прям куча бездомных, куча преступность. И тоже в Европе, прям в любом городе во Франции прям преступность, не знаю, прям мусор на улице. А в Москве ты чувствуешь спокойно, не знаю, ты не думаешь, что кто-то прям прострелит тебя на улице. Ну, это не в США, но все равно есть какая-то напряженность. Ты чувствуешь... Ну, например, я был в США, я еду в своем джипе, и прям ты думаешь, что ты на светофоре, и начинается толпа вокруг тебя, бездомные люди. Ты прям... Это напряженно. А в Москве ты не думаешь про это. Здесь просто спокойно. А там нет. Во всех штатах это вообще происходит? Я думаю, что уже да. Это в каждом городе есть огромное бездомное население. И я не думаю, что можно решать эту проблему. Даже если голосуешь за республиканцев, неважно. Уже просто надо уезжать в другое место, где просто нормальная жизнь. И не надо думать про это. Алекс, ты знаешь, вот некоторые наши гости говорят о том, что когда американцы переезжают в Россию, то у них есть определенные сложности. Ну, потому что некоторые люди якобы не любят американцев, с некоторой осторожностью, как минимум, к ним относятся из-за всеобщего информационного поля. Ты вообще на себе это ощутил? Да, да. В МГИМО я чувствовал, ну, это не каждый профессор, конечно, но я делал один раз доклад, и у меня прям многое готовил. Но оси на графике, которые у меня в презентации были, были на английском. А профессор говорит, нет, мы в государственном учреждении здесь, только все на русском. И прям я не мог даже завершить доклад, потому что оси были написаны на английском. Были такие случаи, но я просто смотрю на это как немножко с юмором, просто истории интересные. А когда ты приезжаешь туда, что твои друзья спрашивают тебя о России? Люди думают, что прям Россия – это как-то 90-е годы, до сих пор прям мафия. Я не знаю, думают, что здесь очень плохо на самом деле. Ну, на самом деле нет. Но при этом, ты знаешь, ведь не только американцы имеют какие-то стереотипы или стереотипные понятия о русских, но также и у нас очень много стереотипов об американцах, потому что по факту большинство россиян знают об Америке только из фильмов, сериалов или еще откуда-то. Поэтому мы решили выяснить, что вообще в России люди думают об Америке или что они знают об Америке. Я предлагаю тебе это посмотреть и сказать, что правда, а что нет. Окей. Отлично. Они любят фастфуд. У них не очень хорошо с продуктами питания. Довольно плохо со здоровьем у населения. Много полных людей, едят всякий фастфуд. Кстати, был в Чикаго, то есть своими глазами видел, довольно много людей полвар. Можно еще сказать насчет тотального ожирения. Люди сейчас только начали об этом задумываться. Движение «За уверенность», там, «Топ G», «Эндрю Тейт». Предприимчивые, но достаточно ленивые. Мало работают на самом деле, много отдыхают и очень много пьют пиво. Довольно лицемерные сами американцы. Довольно веселые люди на самом деле, хотя со стороны может показаться, что это не так. Но если узнать их поближе, то в принципе начинаешь понимать, что они неплохие люди. Они, наверное, больше про позитив, но не про открытость, не про прямоту. То есть нам прежде сказать то, что «Да ты, не хочу с тобой общаться, ты такой-то секой-то». Они тебе будут улыбаться в лицо и говорить «Да-да, все хорошо», а потом потеряются где-то. Они не выезжают за пределы страны, но то есть если выезжают, это очень редко. Да, там много всего. Ну, я бы сказал, во-первых, я думаю, что американцы очень здоровые. Да, может быть, толстые, но здоровые. Здоровые в плане психологическом? Не, здоровые спортом. Все мои друзья в Теннесси, они чемпионат штата по плаванию, все такое. Многие, я знаю, у меня друг в школе стал профессиональный бейсбол-плеер. Прям, может быть, это просто мой круг друзей, но... И тоже, когда я чувствовал, приехал в Москву, я чувствовал, прям, не знаю, люди здесь... Ну, может быть, это просто Москва большой город, люди не занимаются спортом. Чувствовал просто другое, не знаю, что люди в Москве не занимаются спортом. Что еще там было по поводу... Что мало работают. Да, мало работают. Я думаю, что нет. Я думаю, что американцы очень много работают. Я думаю, что тоже эта work culture тоже приехала в Россию, и теперь в России тоже люди постоянно показывают, что они работают, суетают, что они в Москва-Сити что-то делают, прям движение идет. И, я не знаю, это, может быть, какая-то toxic work culture. Из США приехала в Россию. Что еще? Что американцы лицемерные? Ну, люди мне тоже называют, что я лицемерный, но... Не знаю, это может быть, может быть... Тебя смущало поначалу, что в России так мало улыбаются? Что после Америки, где ты, в принципе, идешь по улице, и каждый... Не то что второй, а, мне кажется, первый, по крайней мере, вот во Флориде, когда ты идешь по улице, там жарко, тепло, все расслаблены, и каждый у тебя спрашивает, как твои дела, привет. Понятно, что им не очень интересно, как у меня дела, но это очень приятно. Это очень приятно. Я скучаю по этому, если честно. Что в Москве, если ты скажешь привет рандомного человека здесь, они думают, что ты сумасшедший, или... Ну, а может, они думают, что вы уже встретились где-то. Но я это скучаю. И тоже, когда едешь в Теннесси на дороге, в машине, ты можешь махать человеку, он тоже махает себя. Как-то более по-человечески. Это что я скучаю по США. Может быть, это не просто США, это, может быть, Теннесси. Ну, может быть, тоже в Афариде, Афариде то же самое, что люди как-то более человеческие, ну, не знаю, более открытые. Я не знаю, русские, они очень закрытые, я думаю. Как-то сложно найти хорошего друга в России. Но когда ты найдешь хорошего друга в России, тогда прям это на жизнь, наверное. Алекс, очень хочу поговорить о твоей карьере и о твоей учебе. Мне кажется, вообще, это достаточно интересный момент в плане того, что ты, как гражданин США, мог учиться в самых лучших университетах, потому что университеты США считаются лучшими в мире. Это и Гарвард, и Массачусетский университет. Но при этом ты выбрал для себя МГИМО. Почему? И есть ли вообще разница между российским и американским образованием? Я бы сказал, что американские университеты, это не то, что было 30 лет назад. Я думаю, что качество образования в России одинаково то, что в США. Ну, самые топовые университеты, МФТИ, Бауман, Высшая школа экономики. Я думаю, что это одинаково то, что в США. Я выбрал учиться здесь, потому что можно учиться без какого-то идеологии. В США, если я хотел изучать международные отношения, я должен был какую-то неомарксистскую идеологию изучать, что там есть шкала по людей, которые самые такие угнетенные. Да, шкала по угнетенности. Надо изучать эти все... Угнетенные слои населения. Да, да. Что если ты гомосексуальный, афроамериканский, трансгендерный мужчина, ты самый прям высокий в этом шкале, что ты должен получать все от общества. И надо... И это постоянно, что какие-то... Ну, если, например, я белый мужчина, я самый, типа, это вся вина на меня, что эта система существует там, все такое. И я буду чувствовать, что я какой-то нехороший гражданин. Я не знаю, это... А здесь можно изучать международные отношения без этой идеологии. Можно просто изучать историю без какого-то лензы марксизма, если честно. А вам уже со школы начинают об этом рассказывать? Или это только вот... Это новое. Я помню, в школе только что начали, типа, 10-й, 11-й класс начали про такие вещи. У нас образовался этот ЛГБТА-клуб. У нас было... Уже в школе? В школе, да, да. У нас было... Начали изучать, что такое cisgender, все эти новые слова, которые придумывают, все эти новые... Это какой-то прям, типа, отдельный предмет? Не-не, просто какие-то клубы, профессора в школе уже начали... Взяли на себе ответственность, чтобы придувать это к детям. Я прям, слава богу, уехал. Прям это начало этого все. Но там сейчас это прям очень везде. Прям в начальном школе. Ну, а я в Теннесси. Может быть, другие штаты, которые более либеральные, это уже началось прям... Первый класс, они изучают это все. Алекс, а если вот говорить о высшем образовании, я правильно понимаю, что, в принципе, его нет бесплатного? То есть есть какая-то грантовая система, есть платная. Расскажи об этом более подробно, потому что не очень понятно. Есть государственные университеты, like University of Tennessee, например. Я поступил туда, мог бы бесплатно туда ходить, потому что моя мама, профессор, тогда была там. Тоже есть эти частные университеты. И там стоят типа 70 тысяч долларов в год. Я думаю, что люди молодые, почему... Если ты хочешь пойти в хороший университет, ты должен... Долг в 300 тысяч долларов ты получишь после этого. Все. Ты только начинаешь жизнь, у тебя прям куча долг. Все эта система образования там очень... Это очень грустно, на самом деле. Я знаю друзей, которые у них куча долг. И я рад как-то, что я случайно попал в МГИМО. Как-то я думал, что я буду учиться в США. Я уже поступил в George Washington University в Вашингтоне. Я думал, что я буду ходить туда. Но как-то после года обучения в МГИМО изучал русский. Я как-то понял, что лучше здесь. Правильно я понимаю, что когда ты выходишь из университета, у тебя вот огромный кредит за образование. И ты можешь уплачивать этот кредит буквально чуть ли не полжизни еще. Да, есть такое. Я думаю, это почти у всех. То есть не так просто еще эти 300 тысяч заработать я вот к этому. Ну, люди думают, что они получат хорошую работу и будут стоять, ну, чуть-чуть оплачивать. Я тоже, я был в этом. Я думал, что я пойду в этот дорогой университет. Я буду иметь 300 тысяч долларов долг. Но я буду работать. И когда мне будет 65 лет, я все закрою этот долг. Я был готов это делать. Но когда я год был в Москве, как-то спокойно смог перспективу иметь на это все. Я понял, что это как будто, это новое крепостное право на самом деле в США. Что всех, все в долг идут. И ты постоянно, ты как рабочая сила должен постоянно платить. И они тебя контролируют так. Ты программист, помимо всего. И насколько я понимаю, ты начал зарабатывать еще до университета, еще будучи в школе. И сейчас ты разработал платформу для криптовалюты. Насколько я понимаю, ты даже грант получил на эту платформу. И мне кажется, вообще закрадывается вопрос, почему ты не поехал в Силиконовую долину. Для большинства людей в мире Силиконовая долина это некий бренд, где ты можешь осуществить свои мечты и лучшие айтишники мира якобы съезжаются туда. Так это вообще или нет? Ну, я до сих пор в университете. Я просто получил грант. Мы выиграли с командой Hackathon. Потом мы начали разрабатывать эту идею. Здесь, в России же это? Здесь, да, в Москве. Потом компания нам дали грант на это. Но это уже другой стартап. У меня уже новый, потому что прям все меняется постоянно в стартап-мире. Но я тоже получил грант от компании Aave, чтобы строить на них платформу такую функциональность. Можно торговать криптоактивы с плечами. Я им такой сделал питш эту идею. Им понравилось. Ну, это маленький грант. Это прям ничего прям... Но, тем не менее, маленький, но приятный. Ну, да, приятно, да. А почему в Селиконовой долине, как у нас ее называют, почему не поехать туда? Почему не строить эту криптобиржу там? Как вы сказали, что в Сан-Франциско там куча бездомных в США нехорошо смотрят на люди, которые связаны с криптовалютой, потому что это как-то подвергает их гемонию на доллар. So, лучше в России как-то все это делать. Но все люди, которые в блокчейн-пространстве, которые в России, они, к сожалению, уехали за последний год. Все в Европе, либо в Грузии, в Армении. Как думаешь, они вернутся? Это зависит от ситуации, которая происходит сейчас. Я думаю, что да, вернутся, но здесь должно быть чуть побольше стабильности для этого. Ты же наверняка изучал рынок и сравнивал свой будущий доход. Вот можно ли сравнивать доход айтишника в Америке и доход айтишника в России? Да, для меня сейчас я такой младший программист. Я еще не заканчивал МГИМО, у меня 2-3 недели до конца этого. Но после этого, после МГИМО, я хочу найти работу в Москве. Но здесь они платят ничего на самом деле. Но для меня важен опыт. Просто хочу получить опыт. Я работал во время пандемии в Старбаксе. Я больше зарабатывал в Старбаксе, чем здесь предлагают даже в нормальной компании, как Яндекс или Сибербанк, как младший программист. здесь никак ничего. Но ты же, получается, и тратишь там больше. Да, ты тратишь намного больше. А если мы, например, за вычетом условно, ты получаешь там зарплату, заплатил за аренду, купил продукты, и здесь то же самое, то плюс-минус выходит, если программисты там и тут. я бы сказал, что здесь лучше, потому что у тебя, ты тратишь меньше, но здесь просто качество жизни как-то выше. Прям очень хорошие рестораны это можешь позволить себе, это ты можешь в хорошие клубы пойти, такси можешь постоянно себе позволять. А в США, чтобы просто Uber какой-то рандомный стоит типа 100 долларов за 30 минут, а здесь стоит, не знаю, 10 долларов. Алекс, знаешь, очень интересно мне сравнивать с тобой жизнь и такие бытовые моменты в России и в США, я предлагаю продолжить эту тему, и мне очень интересна тема медицины. Многие в России, конечно, знают, что в Америке супердорогая медицина, и если у тебя нет страховки, то ты там вообще, мне кажется, можешь все свои деньги, сбережения отдать просто ни за что, у меня был случай, когда там один из первых разов я приехала в Америку, еще тогда учила английский, и одна моя подруга подвернула ногу. Мы, соответственно, отвезли ее ко врачу, как врач сказал, посмотрел, там что-то постучал, говорит, да, все нормально, полежите два дня, и все с вами будет типа хорошо. Мы уехали, и потом нам пришел счет на там две с половиной тысячи долларов. За что? Потому что наша студенческая страховка, по которой мы приезжали, она не покрывала оказывается услуги конкретно вот там растяжение связок или там или что там у нее было. Как вообще работает эта история? Понимают ли сами американцы, что фарма и медицинский бизнес это именно бизнес, и что на американцах тупо зарабатывают? Ну, я думаю, что это все вот эти страховочные компании, они, врач, может любую сумму оказывать, что, да, ты сломал ногу, это будет десять тысяч долларов, потому что у большинства людей есть страховка, и эта страховочная компания будет платить это, этот человек не платит, но если у тебя нету страховки, тебе придется платить эти десять тысяч долларов. Я помню, у отца один раз он сломал плечо, и у него не было страховки, и он прям, ему надо было платить там типа шесть тысяч долларов за это. С другой стороны, там хотя бы качество хорошее, ты идешь туда, ты чувствуешь, там тебе будут помогать, да, будет дорого, но когда ты прям чувствуешь, что ты умираешь, тебе помогут. Я просто, я помню, у меня было, думали, что у меня аппендицит был, мне было, я был в третьем классе, типа 10 лет, я был в России, я был в больнице в России, и это прям шок было, если честно, что я не знаю, я просто помню, что они хотели сразу резать меня, что прям давайте прям будем делать операцию на это, думаю, блин, мы даже не знаем, что это, прям, может быть, у меня просто живот болит, но нет, они думали, что надо, все. А в итоге это был аппендицит? Нет, это просто как будто больно, я не знаю, что было, но, да, хотели делать операцию, но я кричал и говорил, что не, не, не надо делать операцию, все. Ну, больница, это везде, это страшная тема, в США, это страшная тема, в России страшная тема, надо просто делать preventative care, надо просто держать хорошее здоровье и пытаться не попасть в больницу. Ну, вот, к слову, о хорошем здоровье, все-таки залог хорошего здоровья это правильное питание, правильные привычки, и насколько мне известно, насколько я вообще своего опыта помню, что достаточно, ну, во-первых, супердорого питаться именно натуральными продуктами, правильными продуктами, в США есть даже отдельные магазины непосредственно для правильного питания, и при этом ресторанов с такой здоровой едой их не так много. Почему так происходит? И ты видишь вообще какой-то общий тренд на изменения в этом в США? В США? Я думаю, что на самом деле нет. Очень много таких магазинов, которые за хорошее здоровье, Whole Foods, это как американская азбука вкуса, но это огромное, Джав Бейзос владелец этого все. Тоже есть очень много таких хороших ресторанов, которые полезны, все такое, потому что это как, ну, это тренд такой. Я думаю, что нет, люди, ну, это все зависит от какого слоя общества. Если у тебя нету деньги, чтобы позволить это, это сложно быть здоровым в США, потому что еда, это очень дорогая, прям полезная еда в США, очень дорогая. А вот эта любовь к вредной еде, это все-таки недостатка денег? В самом деле вредная еда в США очень дорогая. Все эти фастфуд стоят очень дорого. Люди, которые покупают это, у них есть деньги. Это, я думаю, что, аминь, если у тебя нету денег, ты можешь покупать здоровую еду, но это будет просто простая еда. Курица, яйца, и, не знаю, надо тоже делать какой-то интермитент фастинг, прям, не надо постоянно есть. Алекс, а что такое в твоем понимании американская мечта? Американская мечта это просто не иметь долг, много зарабатывать и быть свободным, чтобы государство тебя не контролировало, чтобы ты мог в любой момент на путешествии делать себя, жить в большом доме, может быть. Это, наверное, американская мечта. Вопрос, если это осуществимо сегодня, это другой вопрос. Я думаю, что это очень сложно для молодых людей получить такое сейчас. Может быть, 20 лет назад было легче, но сейчас это возможно, 100%, но сложнее стало. Здесь это, может быть, более реально сделать. Но я еще для себя не строил это все. Может быть, через 10 лет, если опять интервью будет, встретимся через 10 лет. больше сказать про это. Ты знаешь, сейчас в Америке идет движение, слышал ты об этом или нет, там написали книги, блогеры об этом много говорят по телевидению очень часто, о том, что американская мечта на самом деле большой мыльный пузырь и фейк. и политиков обвиняют в том, что якобы вы специально придумали эту американскую мечту для того, чтобы манипулировать нами. Ты согласен с этим вообще? Нет, я думаю, что очень многие, я знаю много людей, которые именно сделали эту американскую мечту, что они с бедной семьей прям очень богатые миллионеры стали. Это возможно, но, может быть, это просто последнее поколение. Сейчас, может быть, это невозможно. Ну, я не знаю, я не знаю. Понимаешь, как бы всегда есть исключение из правил. Условно, в России тоже много людей, которые, я сама лично знаю людей, которые воспитывались вообще в детских домах, а сегодня они входят в список Forbes. Я реально сама знаю лично таких людей. Ну, в Америке наверняка таких людей тоже много. Насколько я понимаю, американская мечта подразумевает, что чуть ли не каждый второй может этого достичь. Это зависит от человека, я думаю. Это не зависит от, если это пропаганда еще как-то в США это сделать, чем другие места. Чем в России? Я не знаю. Я прям только что заканчивал университет, посмотрим. Может, через 10 лет у меня другая мнение. Алекс, я предлагаю подытожить наше сравнение и тезисно выделить по пунктам те или иные направления. При этом будем ставить им оценки от 1 до 5 и пояснять, почему та или иная оценка. Ты готов? Да. Уровень комфорта жизни в России и в Америке. Ну, давай условно сравним, что может себе позволить такая среднестатистическая семья с двумя детьми. Если честно, наверное, в США. Но зависит, есть в Москве или нет. Просто в США как-то больше места, большие дома, но это скучно. Это тоже надо думать, что может быть тебе будет комфортнее, но будет скучно и будет депрессия возможная. So, в России как-то, может быть, не так комфортно. Комфортно, но не так комфортно. Здесь интереснее. Самые умные люди в мире прямо находятся в Москве. Это зависит, что тебе надо. Тебе надо большой дом, комфорт или интеллектуальные вещи. Какую ставим оценку? Это очень сложно. Я бы сказал, я не знаю, это очень сложно. Ну, хорошо, погнали дальше. Сервис. Сервис? А 100% здесь. 10 из 10 здесь, там прям ноль. Да, не знаю. Я сам работал в Старбаксе, и наш сервис был плохой со сравнением с то, что в кофешопах здесь, я думаю. Сервис здесь лучше. Почему вообще такой, я подтверждаю твои слова, что в Америке вообще нет сервиса, но я не понимаю, почему? Еще и чаевые, ты знаешь, я один раз выходила из ресторана и оставила 10% чаевых официантов, и он бежал за мной и кричал, какая я негодная вообще, почему я так мало чаевых ему оставила, потому что в Америке принято 20% составлять. Там это все про деньги, типа, официант это просто он там, чтобы зарабатывать деньги, а здесь как-то люди восхищаются, их работают, чуть больше. Я видел плохой сервис здесь тоже, это не просто, но я думаю, что люди как-то чувствуют, что они профессионалы здесь и они хотят делать самый лучший сервис. Еще хотелось бы затронуть одну такую сферу деятельности, которая, мне кажется, напрямую относится к тебе. Это мобильный и домашний интернет. скорость, удобство, стоимость в России и в Америке. Здесь намного лучше и для программиста тоже хорошо, потому что получить старый статистический IP-адрес в России прям стоит 100 рублей, а в США это очень сложно, надо звонить человеку, ну, твой провайдер, чтобы получить этот статистический IP-адрес. Тоже он, интернет очень медленный, там только максимально типа 100 мегабит в секунду, это считается прям вау, быстрый интернет, а здесь типа МТС 15 долларов в месяц, типа гигабит интернет, нет, здесь интернет намного лучше, чем там. Аренда жилья в Америке и в России. Ну, я никогда не снимал жилье в США, только здесь. Ну, может, кто-то из твоих друзей снимал в США? Насколько это вообще сложно? Ну, то есть, насколько вот мне известно, это достаточно сложно, особенно, если ты хочешь в хорошем. Здесь тоже сложно, на самом деле. Я звонил, звонил, и они говорят, о, у вас какой-то акцент, мнение, до свидания. Потом я говорю, что я студент, сразу до свидания. И потом ты звонишь им, готов прям заплатить все, и люди не хотят сдавать квартиры. Ну, то же самое в США, прям у мамы есть недвижимость, которую она сдает, и тоже это, типа, ты делаешь интервью кандидата потенциального, который снимает жилье. Самое идеальное, это какой-то одинокий старый мужчина или женщина для съемки жилья. Если какой-то молодой парень, они не хотят сдавать квартиру, потому что они думают, что я буду иметь какие-то вечеринки, все такое, я буду прям через месяц уеду. Я понимаю, почему они не хотят сдавать мне, но это грустно. Хочу поговорить с тобой о личном. Ты наверняка уже, не знаю, пытался, может быть, сейчас ты в отношениях с девушкой из России. Не знаю, был ли у тебя опыт отношений с американскими девушками, но я думаю, наверняка был. Скажи, а чем отличаются русские девушки и американки? Я бы сказал, что русские девушки имеют очень высокие стандарты. Американские девушки, они более карьерно ориентированы. Русские девушки, они... Это дорого на самом деле. Прям американские девушки можно пойти в ресторан 50 на 50, спокойно. А здесь прям, нет, если ты это сделаешь, то это последнее свидание, наверное, у тебя будет. На самом деле, иметь девушку в России, это как полная работа. Прям надо иметь полную работу, которая тебе платит прям хорошую зарплату, чтобы иметь девушку в России. Потому что это... Это сложно, я думаю. А как тебе это вообще нравится, не нравится? Как должно быть, по-твоему? Я думаю, что это хорошо, потому что это мотивирует парня больше зарабатывать, это мотивирует парня держать себя в высокий стандарт. Я думаю, что это хорошо. Я не против это. Я совершенно за. Но это просто... Я сравниваю. А были какие-то у тебя смешные случаи, когда ты пригласил девушку в ресторан, предложил ей счет разделить или что-то типа? В России ни в коем случае. Если это сделаешь, это конец. А как ты это узнал вообще? Ну, я просто знаю. Мама мне рассказывала такие вещи, что надо делать, что не надо делать. А что еще рассказывала? Подарки. Это прям сложно. Подарки надо постоянно дарить. Я всегда забываю это все. Прям 8 марта все такое. Если ты не даришь цветы, это прям драма будет. Надо... Да, постоянно подарки. Я не привык к этому, что каждый месяц что-то новое надо готовить. В Америке такого нет? Нет. Такого нету. Прям спокойно, без подарков. Ну, это, что я говорю, типа требования русских девушек намного выше. Ну, я понимаю, это прям хорошо. А есть что-то общего между девушками в России и в Америке? Я думаю, что это просто девушки, они все одинаковые. Ну, какие-то черты, наверное. Ты рассматриваешь себе вариант того, что ты женишься на русской девушке и создашь семью здесь? Это зависит. Я открыт к всему, на самом деле. Я хочу оставаться в России, но это зависит от человека. Может быть, я не знаю. Это зависит от человека. Я не могу сказать, что только русские или только американцы. Нет, это просто человек. А в плане ухоженности замечала разницу между русскими и американками? Ухоженность? Что это? Ну, условно, американки всегда ходят в кроссовках, в джинсах, расслабленные, а русские девушки зачастую, там, не знаю, с укладками, накрашенные на каблуках. Да, это мне нравится. Это, like, в США все, типа, йога-панс и спортивная одежда это норм. И можно в ресторан, и можно спортом заниматься. А здесь это нельзя так делать. Я думаю, что, да, что женщины здесь, они более фемининные. Это хорошо. Я не хочу встречаться с мужиком. Алекс, у меня осталось три вопроса, которые я задаю всем своим гостям. Ты готов? Да. Три главных качества русской души. Я не готов на такой вопрос. Главные качества русской души? А что такое русская душа? И это все такие, на интервью люди задают такие вопросы, что такое русская душа? Ну, а вы знаете, что такое русская душа? Это у каждого, может быть, свое собственное понимание, что это такое, наверное. Что в твоем понимании? Русская душа, я не знаю. Это какое-то чувство, которое у тебя есть, когда ты на даче летом, ты купаешься в каком-то речке, может быть, идешь, видишь какую-то православную церковь. такое спокойствие, которое ты чувствуешь, когда ты имеешь такие экспириенсы. Три вещи в России, к которым ты до сих пор не можешь привыкнуть. Хороший ответ дать или нехороший, я не знаю. Но привыкнуть, может, бюрократия, я не привык к этому. Я не привык к что люди не улыбаются. Ну, может быть, я привыкаю. Привыкаю поступенно к этому. Еще что, не привыкаю. И хорошее, я сказал, я бы сказал, что хороший сервис, это всегда удивляет, что хороший сервис это хорошая вещь, которая удивляет. Что нужно русскому для счастья? Это сложные вопросы, это такие абстрактные все... По твоему мнению, что нужно русскому для счастья? Я думаю, что даже в самые сложные моменты можно найти счастье. Это как-то, может быть, я не знаю, это моя семья, наверное, это музыка. Моя семья очень музыкальная. Может быть, как-то даже в самые сложные моменты можно через музыку найти счастье. Со семьей быть это счастье. наверное, семья. Семья самая такая вещь, которую надо. Спасибо тебе большое за это интервью. Спасибо. Было безумно интересно. Спасибо, что пригласили. Это проект «Мы и они». Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и обязательно пишите комментарии. Мы все читаем. Также не забывайте подписываться на наш телеграм-канал и группу ВК, ведь все материалы, которые не вошли в основной выпуск, будут добавлены туда. И помните, хорошо там, где мы есть.